В День народного единства турнир по волейболу объединил спортсменов города и района. В этом году, отмечают организаторы, желающих сыграть оказалось намного больше, чем раньше. В праздничных соревнованиях приняли участие школьники. Кто среди них оказался сильнее, наблюдала наша съемочная группа. Про волейбол в Рассказово не забывают. Его любят девчонки и мальчишки. Турнир в честь праздника Дня народного единства стал особенно интересным и зрелищным. Пожалуй, эти соревнования можно сравнить только с городскими официальными соревнованиями, которые проходят зимой. Но так как до зимних игр еще далеко, этот турнир стал промежуточным. Большинством выступили городские волейбольные составы. Их было шесть, и две команды приехали из района. Турнир у нас в этом году юбилейный. Он проводится пятый раз уже. Небольшой, маленький юбилейчик все-таки есть. В этом турнире у нас принимают участие восемь команд. Это шесть команд городских и две команды из района. Нижняя Спасская и Никольская. Соревновательный день начался еще утром и завершился ближе к вечеру. Команды состязались между собой в подгруппах, выявлялись лидеры, которые уверенно продвигались к полуфиналу. На этом этапе сыграли шестой и четвертый корпус четвертой школы. Но с внушительным счетом двух партий 25-6 и 25-14 выиграл шестой корпус. Еще одна игра определила место в финале. Пятый корпус четвертой школы встретился с девчонками из Никольской команды. По словам тренеров девушки из района, в предыдущих играх показали себя более уверенно, чем в этом матче. Им не удалось обыграть городских спортсменок. Впереди волейболисты, как ожидал финал, призовые места можно предугадать, но уверенно сказать нельзя. Ведь спорт есть спорт, объясняют спортсмены. Ну, вероятнее всего, за первое место традиционно будет играть шестая и десятая школа, давние соперники. Ну, а за третье место, ну и опять это спорт, как повезет кому, а то может случиться какая-нибудь непредвиденная все равно ситуация. Игра у нас несложная, но пока что у нас еще осталась одна игра, чистое школы, это наша бывшая школа. Она у нас самая сложная будет игра. Поэтому мы готовы, мы долго старались, усердно. Думаю, у нас все получится. Настя со своей командой встретилась в финале с шестым корпусом четвертой школы. Ожидание удалось воплотить в реальность. Первое место у пятого корпуса, серебро у шестого. Тройку сильнейших завершили девушки из Никольской команды. Всем победителям вручили медали, грамоты и призы. Юлия Князева, Алексей Шиповалов, Новости ТВ, Рассказыва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова